Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я отвечу на ваши вопросы, те, которые вы мне задавали по поводу крючков. В самом начале фильма я ставлю точку над тем вопросом, что я не эксперт и не классифицирую как эксперт какие-либо крючки для чего-либо. Я как свободный вязальщик от народа буду просто рассказывать о том, как я вижу крючки, те, на которых я изготавливаю свои мушки. Давайте приступим. Для себя лично я бы, допустим, разбил все количество крючков не на хорошие, а плохие, а даже не на большие и маленькие, а на крючки, которые годятся для изготовления мушек. И крючки, которые просто крючки. Поэтому я не буду говорить, что этот крючок хороший, этот крючок плохой. Я только лишь вам расскажу, как я использую под себя определенное количество крючков, их форму и все остальное. Многие фирмы, я не буду их перечислять для нахлыста изготавливать специализированные крючки. Но вначале, как у меня спрашивали мои друзья-подписчики, почему я беру именно тот, а не другой крючок. Как у каждого вязальщика, существуют свои модели, которые он пытается воплотить в жизнь. Как он видит это насекомое, личинку или же другую живность. Поэтому, исходя из этого, мы подбираем под себя крючок. Иногда, глядя на крючок, я изготавливаю то, что, допустим, вы видите уже воплощенным в жизнь. Вот, допустим, чешские вязальщики изготавливали комарика на вот таком, вернее, в таком варианте, но на другом крючке. Мне захотелось его повторить, но крючок я взял абсолютно другой и повторил его под себя. Потому что я изготавливаю приманки, те, которые, допустим, будут ловить рыбу в каких-то определенных условиях. Обязательно при изготовлении мы всегда с вами что-либо имитируем. Ту кормовую базу, которой питается наша рыба. Вот, допустим, как вы видите, изгиб нашей веснянки. В веснянок существует более двух с половиной тысяч видов. И поэтому вязать какую-то либо одну, которая обитает на нашем водоеме, это очень сложно. Мы не столь образованы в этой области, чтобы досконально знать все части этого насекомого. Поэтому мы с вами имитируем что? В основном, когда личинка, если ее вдруг сорвало течением, или же она сама перемещается в потоке воды, она у нас занимает вот такое положение. То есть пытается у нас сбалансироваться в потоке воды. Поэтому мы выбираем тот изгиб, который нам необходим для живого насекомого. А это уже, допустим, второстепенно для нас, там что, светлая брюшка, грудка коричневая, или там бортовая, или зеленая, спинка у нас болотного цвета. При изготовлении мы всегда должны обращать внимание, что мы имитируем. Поэтому, исходя из этого, мы должны подбирать с вами крючки. И, допустим, личинка, которая поднимается нашего ручейника. Некоторые их тоже существуют, ручейников, больше, чем достаточно в природе. Поэтому сложно как-то нам классифицировать. Но у всех насекомых имеются задатки уже. Явно обозначены усики, пленочка, которая слазит, и вот-вот у нас появятся эти лапки. Поэтому мы имитируем определенную часть насекомого, на которую сразу рыба обращает внимание. Мы не можем спросить, конечно, спросить мы можем, но рыба нам не ответит. Но, учитывая тот опыт многовековой, который используют рыбаки, уже обнаружено. Вот, в частности, перед вами личиночка, вот такого ручейника. В данный момент у нас на дворе, это уже ноябрь месяц, а у нас, в нашем регионе, ребята спокойно ловят карася. С расчетом того, что у нас практически без клеви. Вот вам и, пожалуйста, ручейник никуда у нас не вылазит, нигде не ходит, но рыба на него реагирует, потому что это ей напоминает ее кормовую базу. Ни на мотыль, ни на опарыш, ни на тесто, но практически ребята из фидорами сидели, и с чем угодно были ошарашены тем, что мой друг наловил с удовольствием карасиков. Или вот личинка. Это собирательный образ, будем говорить, многих личинок. Это один из видов чешской нимфы, который практически круглый год. Почему я его изготовил, допустим, в красном цвете? Это уже является для рыбы раздражитель. Она, его будет хорошо видеть, как в темной воде, в мутной воде, так и на значительных глубинах. Поэтому личинка всегда, когда к ней приближается какой-либо объект, или ее потревожит, она сворачивается вот так небольшим полукалачиком. Это бокоплав, это и наши весняночки, и все остальное. Поэтому под определенное насекомое необходимо для себя подбирать тот крючок, который вы вяжете. Но существует, допустим, как я использую, помимо всех других крючков, вот у нас в нашем регионе одно время появился, и мне удалось разжиться вот таким, как я покажу сперва вот так, как видно, изгиб нашего крючка, что он достаточно отведен в сторону. Это, как я уже говорил, специальный крючок для ловли бычка у нас на Азовском и Черном море. Чтобы можно было значительное количество поместить наживки, и удобнее было, допустим, извлекать. Он нам годится. Очень даже хорошо для выполнения всяких стримерных мушек. Удлиненное цевьё, которое можно подогнуть, колечко, куда мы захотим, вверх-вниз. Это я уже показывал в своих фильмах, вы видели. Поэтому я использую любые крючки, которые могут подходить нам для рыбалки. Существуют вот такие крючки, которые тоже изготавливают умельцы на нашем украинском рынке. И, будем говорить так, без всякой маркировки, но достаточно хороший металл, который хорошо себя зарекомендовал. Несколько грубовато выполнен, нет того изящества, как у японских крючков, но он работает. Тоже его можно использовать, гнуть, подгибать, как угодно. Все крючки можно гнуть, подгибать. Это я делал, делаю и буду делать, для того, чтобы придать ту форму, которая мне необходима. Но, есть одно но. Мы должны для начала определить степень закалки, или же хотя бы материал, насколько он реагирует на отпуск. Если мы нагрели до красного цвета наш металл на крючке, мы можем с ним работать. Но, как он потом себя будет вести? Будет обламываться, или же будет тянуться? Вы экспериментально для себя проверьте, и потом уже сможете для себя гнуть, подгибать, как вы захотите. Друг мой Ричард, как говорится, уже находится ближе к другому океану, попробовал, и крайне благодарен мне только лишь за то, что цена, допустим, упаковки подготовленного крючка, и то, что он сделает сам, в четыре раза дешевле. Поэтому я не призываю вас подрывать экономику производителя. Я призываю вас к тому, чтобы вы обдуманно подходили к выбору крючков. Давайте теперь перейдем несколько по фирмам и по особенностям их крючков. А потом я уже конкретно вам расскажу, как лучше с каким крючком работать. Из общего количества тех фирм, которые существуют на нашем украинском рынке, я не буду выделять ту или иную, но я расскажу по определенным фирмам, как, допустим, вам выбрать для себя тот или иной крючок. Если вы изготавливаете для себя лично, для определенной какой-либо рыбалки, и не составит труда потратить вам два-два с половиной евро на приобретение упаковки крючков, лучше купите хороший. Изготовьте одну-две мушки хорошие, чем вы будете экспериментировать на дешевых крючках. Поэтому я для пробных рыбалок использую промежуточные крючки, те, которые, допустим, если зацепы или оторвало, в зависимости от того, какие условия рыбалки, я изготавливаю те мушки, которые, будем говорить честно, ну, не жалко мне их потерять. Поэтому из общего разнообразия, которое есть у нас на рынке, я бы выделил особняком стоящую фирму Гамакатсу. Это фирма, которая не выделяется тем, что, допустим, вяжет только как фирма для вязальщиков нахлостовых мушек. Она изготавливает крючки очень широкого спектра, которые могут удовлетворить практически любого рыбака. У нее находится в серии, как я вот вам сейчас покажу, вот такая, допустим, серия, величина достаточно огромная, большая. Это морские крючки. Почему они покрыты специально, как вы видите, специальным покрытием, чтобы выдерживало нашу морскую воду. Все крючки фирмы Гамакатсу довольно-таки крепкие, сильные и уже проверенные. Но здесь я немножко сделаю отступление. При всех видах рыбалки, которые существуют в нашем регионе, допустим, нам необходимо с вами выполнить какой-либо заброс, и мы поймали. Но поймали мы достаточно такую крупную рыбу, которая или может у нас повредить снасть, или нам неудобно ее вывести, или даже тот же неудачный заброс, и у нас вышел зацеп за водоросли. Нам необходимо, мы не можем зайти на такую глубину, и плыть мы тоже уже не можем. И нам необходимо как-то отсоединить нашу снасть от зацепа. Учитывая спиннингистов, у них существуют всевозможные отцепы, которые могут отсоединить эту снасть, пустить. Поэтому мы можем воспользоваться, но это, я считаю, глупо. Поэтому крючок должен обладать еще одним свойством. Он или должен при чрезмерных нагрузках разогнуться, или же обломаться. Но обломаться так, чтобы не повредилась наша снасть. Поэтому крючок фирмы Гамакатсу, проверенный мной уже в столь экстремальных условиях, отвечает всем этим требованиям. Поэтому, если вы будете выбирать какие-либо крючки, которые у вас вы не можете найти специализированно, обращайте внимание на эту фирму. Вот я, допустим, для себя, вот как вы видите, у меня отдельно подготовлена целая пачка разных крючков. Но из них я сложил в стопочку те крючки, которые я использую для вязания личинок. И если мы будем с вами внимательно рассматривать, то у фирмы Гамакатсу имеется очень интересная вот такая серия. Если она вам попадется, то есть практически универсальная. Можно вязать и личинки, можно вязать и комариков, и кого угодно. Толщина проволоки нам позволяет. И как вы обратили внимание, вот совсем другая серия, но толщина проволоки несколько больше. Это уже больше подойдет нам для личинок, которые больше огружены и желательно нам их использовать для придонной рыбалки. Поэтому толщина проволоки у этих крючков четко регламентирована. точно точно так же вот серия LS, которая я вам показывал. Толщина проволоки абсолютно уже другая. Глядя на все разнообразие этих крючков, вы для себя, допустим, сможете выбрать. Я бы рекомендовал вам обратить внимание вот на такую серию крючка. Она тоже является универсальной. очень удобно вязать практически все нимфы, которые мы с вами могли бы придумать. И, естественно, у фирмы Gamakatsu есть вот сейчас я C12 вот FB. Многие ломают копья, доказывая и мне, и в том числе другим, что если фирма Gamakatsu ставит букву F, это значит уже для нахлыстовой рыбалки. Ребят, скажу вам откровенно, то, что вы видите у себя перед экраном и я показываю на нашем рынке, абсолютно не соответствует тому каталогу и той продукции, которую выпускает эта фирма. Этот крючок может соответствовать российскому и нашему украинскому рынку. На остальных всех рынках, на какие бы вы не заглянули, вот такой серии, вот такого крючка нет у фирмы Gamakatsu, потому что свои каталоги у них выпущены для региона России и для региона, которым пользуется Украина. Даже прибалтийцы и те, когда я начинаю передавать крючок или допустим Норвегия, Канада, за Америку я не говорю, у них абсолютно свои номера и свои крючки. Хотя форма все соответствует тому, как мы с вами выбираем. Просто они называются по-другому под их рынок. Из всего разнообразия крючков я бы еще допустим выделил это не столько производителя, сколько форму. Я очень уважаю фирму ТМС это Тимка за то, что у нее непревзойденные крючки, непревзойденное качество и вот такой серии крючки, которые выполнены, они могут быть, это уже будем говорить полуфирменный вариант, который можно найти в Европе, в Юго-Восточной Азии и точно так же на американском рынке. Вот они соответствуют всей классификации, которую я допустим вам показываю. Поэтому исходя из допустим выбора крючка, как вы видите, вот написано ТМС Тимка 200Р и на верху написано Fly Hawk, то есть это крючок специально предназначен для изготовления мушек. Поэтому если вы возьмете какую-либо упаковочку крючка, которая вам немножко непонятна, и там будет написано, что это Fly Hawk, то это вы сразу уже должны знать, что крючок для изготовления нахлыстовых приманок. Но однако же точно так же допустим Тимка для нас пишет здесь еще что можно изготовить нимфы, можно изготовить для нас сухую мушку, можно исполнить и это имиджер, то есть практически пишет для нас для чего мы что мы можем изготовить из этого крючка. Точно так же допустим уважаемая мною фирма Камасан, которая выпускает свою продукцию, она это тоже соответствует упаковке, которую вы найдете практически как я уже говорил, хоть в Малайзии, хоть в Индонезии, хоть в Америке. И эта фирма точно так же пишет для чего предназначен эмиджер, допустим троуд и что можно изготовить из такого крючка. Форма и все остальное здесь допустим размер, это уже не имеет значения, вы уже потом будете подбирать сами. Допустим еще существуют вот я вам покажу еще вот такие коробочки, которые довольно таки тоже хороши, но все упирается в наши цены. Очень хорошие удобные крючки. Точно так же я бы допустим сказал, что у меня очень мною уважаемого человека это у нас если я вам покажу вы сможете прочитать это известный английский вязальщик и он изготовил под себя определенную форму крючков. Так же как и уважаемый мною Роман Мозер так же и допустим Оливар Эдвардс который они изготавливают под себя определенные крючки. Так же как и допустим тут меня немножечко ценник сбивает но давайте я вам прочитаю так если брать его по английской нумерации это К3 или же допустим К14 СТ номер 18 это все крючки которые идут на американский рынок и они имеют уже свое обозначение то есть это чисто нахлыстовые крючки из всеобщего разнообразия наших интернет магазинов я бы допустим это не реклама поймите меня правильно я использую крючки допустим вот фирма strike если зайти на сайт этой фирмы и внимательно посмотреть то на их страничке существует бесконечное множество производителей однако же вот они пишут strike и обозначает что это допустим крючок для изготовления нашего хопера если мы возьмем и поставим рядом вот такую коробочку то это та же самая тимка 200 р только единственное что если брать по качеству это несколько хуже чем тимка но достаточно приемлемо для нашей рыбалки за эту цену мы имеем 4 упаковки вот таких крючков поэтому учитывая то для каких целей и для чего вы приобретаете крючки пожалуйста подберете для себя сами из допустим других второсортных таких производителей еще очень хорошо себя зарекомендовала фирма Кобра затрудняясь утверждать кто-либо хотя скажу откровенно все оно изготавливается практически на одном и том же заводе но как в том анекдоте про шапки можно ли из-за этой шкурки изготовить шапку можно а две можно а семь тоже можно поэтому когда заказчик размещает свой заказ и оговаривает цену исходя из этого и получаем такое качество если вы будете находить фирму производитель вот такой и в такой упаковке покупайте без стеснения потому что это то качество которое нас удовлетворяет но если я вам покажу немножечко другую упаковочку но если вам будет попадаться вот такая упаковочка это все то же самое что я вам показывал та же самая кобра но она имеет уже как говорится нашу одесскую фасовку он гнется и практически не всегда годится его надо подготавливать для того чтобы на этом крючке что-либо можно было ловить поэтому этот крючок еще надо дорабатывать и вы выбирайте для себя сами второй вариант это допустим стримерные крючки здесь я расскажу о том что у фирмы гамакатсу есть очень хорошая серия ворм к сожалению за последнее время она у нас практически не появляется на нашем рынке и трудно что-либо допустим заменить потому что крючок был изготовлен очень удачно и допустим толщина проволоки у нее была трех видов можно было подобрать как на большую сухую мушку как на средней тяжести допустим стример так и на очень тяжелый стример чем отличаются крючки допустим нахлостовые от крючков которые у нас мы возьмем друг какого-либо другого производителя не только качество материала они сбалансированы так что при определенном изготовлении мушки наша мушка не заваливается ни влево ни вправо ни вверх ни вниз то есть уже изначально подготовлена для того чтобы связать ту или иную имитацию насекомого и уже мы знаем что это насекомое будет вести себя правильно в полете на воде или же в воде поэтому крючки нахлостовые отличаются очень сильно существует допустим стримерные крючки я использую крючки стримерные которые мне одно время попадались вот такой фирмы они отличаются допустим от нимфовых сейчас я вам давайте покажу если мы возьмем крючок стримерный и сейчас возьмем крючок нимфовый как вы видите не только номером но и проволокой я запомнил Продолжение следует... 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 Продолжение следует...